Георгий Сверидов Гений ХХ века был невероятно интересным человеком и в то же время невероятно сложного характера. Рассказывают, что из-за одной неправильной ноты он мог отменить концерт. Хоровые коллективы часами оттачивали фразу, чтобы хоть как-то приблизиться к интонации, которая звучала в голове самого Гения. Удивительно, но самый талантливый и любимый ученик Дмитрия Шостаковича так и не закончил консерваторию. Но поверьте, это никак не повлияло на его дальнейшую творческую жизнь. Георгий Сверидов родился в уездном городе Фатеш, что в 45 километрах от Курска. Когда мальчику исполнилось 4 года, во время гражданской войны у него погиб отец, и мама одна воспитывала двоих детей. Елизавета Ивановна работала учителем. И в период коллективизации за хорошую работу ей предложили премию на выбор. Корова или рояль за 700 рублей. Деньги на тот момент немалые. Голодные годы. Не раздумывая, она принимает решение и выбирает рояль за 700 рублей. О чем думала мать двоих детей? Ну, стоит только догадываться. У Сверидовых не было своей крыши над головой. Они жили у родственников в одной комнате, половина из которой занимал рояль. Мама понимает, что ее ребенок невероятно талантлив. В 1924 году семья переезжает в Курск. Музыкальные классы Юра, как его ласково называют в семье, пошел к Вере Васильевне Уфинцевой. Это была жена известного изобретателя, именем которого названа одна из улиц нашего города. Он часто приходил к ним в гости. И эти беседы оказывали на него огромное влияние, расширяли его кругозор, расширяли мировоззрение. Затем был музыкальный техникум. Ныне это музыкальный колледж, носящий имя Георгия Васильевича Сверидова. А после Ленинградская консерватория. За свою творческую жизнь композитор написал множество гениальной музыки. Но особенную часть занимает духовное. Песнопение и молитвы. Это словно диалог композитора с Богом. Если вы когда-либо будете в нашем городе с ноября по декабрь, не забудьте посетить один из концертов музыкального фестиваля Георгия Сверидова. Или прямо сейчас включите его музыку. Ведь она действительно гениальна.